коллеги всем привет на связи халеба евгений это мой ежемесячный анализ и прогноз s&p 500 фондовый рынок америки что его ждет об этом мы поговорим в этом видео напомню что я создал ценовые модели теперь уже есть и по s&p 500 я ее наконец-то дополнил я ее дополнил индексом мировой торговли и состоянием ликвидности в сша на самом деле сейчас вы увидите корреляция просто потрясающая вообще коэффициент детерминации близится к единице то есть там 099 вообще на мой взгляд очень интересная вещица получилось ну я ее покажу в первой части выпуска в котором будет непосредственно прогноз а во второй части уже будет кухня то есть некий показательный анализ до доказательной базы скажем так прогноз а вот напомню что есть каналов telegram есть общий канал в котором я веду дневник кризиса там вы найдете много интересных слайдов графиков на тему макроэкономики и финансов также есть два канала закрытых это с аналитический канал где я выпускаю еженедельные еженедельный анализ фундаментальный анализ и технический анализ а ну и снабжаю каждый день какой-то информацией больше естественно из области экономики америки также по золоту по нефти ну и по остальным интересным рынкам а ну и торговый канал с торговыми идеями собственно там я скажем так транслирую те торговые идеи которые я создаю которые рождаются у меня в процессе фундаментального анализа ну что ж друзья я думаю что прелюдии не будет давайте сразу приступим к анализу к прогнозу и уже в процессе в процессе буду высказывать свое мнение насчет перспектив s&p 500 начнем по традиции с модели поехали итак у нас модель нанесена синяя линия с продлевающая красной мы видим что модель уплощается на лаях то есть скажем так условия остаются медвежьи но они перестали усугубляться да то есть больше похоже на перспективы бифуркации и кстати вот насчет этого я также считаю что в ближайший месяц-два нас ждет боковая тенденция почему потому что у нас ликвидность в штатах мы сейчас увидим что она сократилась вот за последний месяц но она тяготеет к дальнейшему росту почему потому что минфин тратить деньги со своего счета поскольку не повышен патологу с долга и это приводит к тому что минфин тратит больше чем занимает занимать он много не может потому что уже уперлись потолок поэтому нужно ждать когда повысят патологу с долга и тогда уже можно будет заговорить о том что ликвидность дальше будет сокращаться но и мы видим по балансу фрс я этом все отображаю в аналитическом канале в по пятницам есть анализ ликвидности долларовой ликвидности в сша собственно там мы видим что фрс сокращает баланс крайне низкими темпами поэтому собственно это нивелируется минфином даже с лихвой на ну и обратный репу да от коммерческих банков в систему фрс собственно к регулятору у нас в последнее время немножко подросли но в целом уперлись в этом верхнюю планку там два с лишним триллиона поэтому я думаю что вот состояние ликвидности сигнализирует о том что рынок имеет возможность порасти но вот локально думаю что сейчас мы увидим все технически думаю что процессы вполне себе вполне себе медвежье то есть вот между молотами наковальни можно так обозвать и вот локальную перспективу для s&p 500 если говорить глобально то условия для фондового рынка будут ухудшаться и дальше потому что у нас идет рост ставок все все таки ликвидность будет еще сокращаться это вероятно будет ближе к весне начала вот нового цикла сокращения ликвидности а ну и плюс мы понимаем что рецессии это снижение доходов компании это в целом снижение всех доходов в экономике бюджет пострадает государственные до компании недосчитаются прибыли ну и домохозяйство окажется в состоянии безработицы да то есть будет рост безработицы на фоне развивающейся рецессии поэтому здесь говорит о том что перспективы для рынка хоть какие-то есть для фондового рынка это 7 себя обманывать да то есть у нас точно будет сокращение s&p 500 снижение s&p 500 из-за сокращения доходов компании поэтому перспективы у нас очевидно до лета как минимум только медвежье вот я считаю что до до лета то есть вот до весны мы можем потолкаться в ба в боковичке но с дальнейшим переходом до он тренду собственно если посмотреть на месячный график до что мы видим мы видим что котировки остаются ниже медианы канала боллинжера по данному индикатору это медвежий сценарий то есть мы находимся в медвежьей зоне при этом мы уже несколько раз там отестили медиану то есть рынок упорно остается в медвежьем состоянии и пока перспектив как вы уже поняли для рынка в этом году как минимум до лета осени я точно не вижу локально вполне себе но сейчас мы посмотрим на локальную картину на дневном графике а если смотреть на более масштабные на цели то на мой взгляд вот три тысячи это давайте диапазон отмечу три двести три тысячи это достаточно интересная цель вполне возможно будем ниже да но на трех тысяч у нас проходит важнейшая трендовая диагональ которая служит поддержку с 2009 года то есть мы в нее бились в конце 11 потом в 16 потом в конце 18 ну и собственно прокол в начале 20 был втянут то есть собственно вот на мой взгляд картина очень даже красивая вот по этой трендовой диагонали которая приблизительно будет в районе трех тысяч пунктов а вот а ну и на три двести шестьдесят два процента по уровням фибоначчи от всей волны роста которая была с двадцатого года здесь ну примерно в этом же районе нижняя граница вот такого локальненького канала да вот который я отметил пунктирной линии то есть в принципе мы можем ткнуться вот куда-то в там три четыреста три триста и там примерно будет это это диапазон а у нас есть несколько сценариев то есть на год то есть ну как я уже говорил да до лета или осени я считаю что будем падать более локальная картина она располагает еще к альтернативному сценарию это к росту ну давайте вначале посмотрим на скорость изменения цены темпы взяты взята теория отклонения среднего значения мы видим что мы устойчиво ниже годовой средней остаемся по котировкам снб 500 то есть в медвежьей зоне и достаточно жестко мы волатили да то есть колебания очень размашистая мы видим до что вплоть пробиваем второе стандартное отклонение то есть очень мощно владельно здесь достаточно крепко обратите внимание как как дела обстояли у нас в 2000 в начале нулевых очень похожая тенденция да вот тоже было там движение вверх потом вниз потом снова вверх и потом снова вниз и вот аж только через там спустя два года было поставлено дно рынка вот на еще одной волне снижения собственно сейчас похоже но более волатильна давно здесь стоит понимать что за 20 лет у нас после киеве 2009 года и двадцатых ликвидности ну просто огромное количество ли а огромные объемы ликвидности поэтому и волатильность выросла то есть в принципе вот характер движения цен достаточно похож abc и дальше вниз здесь тоже abc но вопрос да будем ли мы выше отметки вот вершины волны 1 да то есть вот вот этого вот этого пика то есть вполне возможно что отсюда вверх к годовой средней да и потом только новая волна снижения вот это движение я не исключаю если посмотреть на количество акций торгу и в индексе s&p 500 торгующихся выше 50 дневной средней то мы видим что достаточно неплохо мы уже падали но конечно не не в пример да вот уровня октября либо же лето вообще там один процент акции было выше 50 дневной средней 3 плюс минус в в начале октября в конце сентября вот поэтому на мой взгляд больше похоже на бифуркацию если взять 200 дневную среднюю и количество акций торгующихся выше то мы видим что 56 процентов торгуется выше собственно рынок на самом деле достаточно плотно удерживается удерживает позиции выше 50 процентов это на мой взгляд говорит что мы все-таки находимся в бифуркации и если посмотреть технически достаточно интересная картина вырисовываются обратите внимание что ну во первых мы пробили куда мы пробили поддержку локальную и у нас здесь формируется формируется вот такая вот поддерживать вот такой вот медвежий на мой взгляд флажок да то есть похоже что это больше больше похоже на задел для движения вниз на самом деле то есть мы под уровнем по поддержке пилим на пилим в бок то есть да достаточно такая тенденция интересная принципе она даже чем-то схожа вот с этой с этим трендом после снижения был откат к тесту вот линии шеи до условно вот здесь примерно то же самое но просто не не так размашисто и если это так мы выходим вниз 3 800 то в принципе мы даже можем ткнуться в район там 3 500 3 400 прям с текущих уровней но тогда вероятно мы увидим движение вверх обратно к верхней границе то есть к 4 4 4 100 то есть обратно вот волна вниз потом волна вверх и тогда у нас это будет abcd и это будет бегущий треугольник который является сильной технической фигурой на продолжение тренда то есть на нападение рынка и 400 начнется полноценный апокалипсис и вероятно вот если такой сценарий реализуется то он реально то мы получим новую волну снижения 3 до или вторую в именно цикле то это мы примерно она сформируется ближе к лету и тогда в летние месяцы мы получим мощнейший даун тренд который вероятно вынудит к осени фрс перейти к мягкой денежной кредитной политики которая на мой взгляд неизбежно да по поскольку действительно у нас есть система которая настроена вот под киеве посмотрим на инфляцию если будет такая возможность то фрс конечно же если будет сильное сжатие эти дата принципе фрс может прибегнуть киеве но это будет скорее всего не раньше чем осенью вот теоретически с текущих тоже может быть рост если мы выходим выше 3 930 значит пошуруем мы в район там 4 350 вот к верхней границе и тогда у нас будет а b c это расширяющийся расширяющаяся коррекция да ну в районе вот там 34 350 62 процента от всей волны снижения вытеку в 2020 году то есть взят вот пик и взят этот пик пик лето то есть лой лето да папа поскольку у нас если это а b c расширяющийся то у нас трудной находится вот на уровне летних месяцев вот поэтому вот это движение я тоже не исключаю и в общем то она это движение если мы говорим о росте рынка с текущих уровней нам нужно для этого пробить напомню 3 930 и тогда вероятность появится у быков в движении 4 350 и в базе этого всего дела находится ликвидность поскольку если минфин а мы знаем что он это будет делать минфин будет дальше тратить то у нас добавится ликвидности в системе что позитивно для рынков сейчас я покажу эти все корреляции которых я говорю вот поэтому в базе у нас есть все-таки вероятность того что у нас будет рост локально в разрезе месяца возможно там пяти шести недель то есть до середины февраля и вот технические цели 4350 там у нас проходит 60 там у нас будет уровень фибоначи 62 процента от всей волны снижения прошлого года поэтому я не исключаю до технически если мы выходим ниже 3 800 то это явное движение вниз и она будет продлено примерно в район 3 500 3 400 вот на самом деле тоже мы понимаем что фундаментальная причина для этого есть у нас идет рецессия что сокращает доходы а это в свою очередь конечно же доходы компании поэтому когда доходы компании падают а какой а какой речи может о каком росте может быть эти речь да вообще в принципе потому что у нас снижаться дивиденды там внутренняя доходность акции сокращать вот поэтому я тоже говорю о том что вот на текущих уровней текущей формации я отдаю минимальное предпочтение стороне медведей поскольку все таки у нас есть техническая картина соответствующая и сопутствующий фон но все резко изменится при выходе выше 3930 то есть мы находимся в приграничном состоянии ну и как ты не крути если мы упадем с текущих в район 3 500 3 3 400 на мой взгляд вероятно оттуда пойдет коррекция опять вверх и это будет движение 4 к 4 100 что признаменует завершение бегущего треугольника который начался с лета прошлого года и вот к лету сформируется настоящий пик рынка после которого начнется резкое падение в третьей волне данной данного зигзага abc да и то что треугольник бегущий будет сигнализировать о мощнейшей распродаже которая вероятно приведет и вынудит фрс запускать киеве на уже осенью вот если мы вырастим к 3 400 5 4 350 то это будет говорить о хай рынка это же нас ждет снижение то есть как ты не крути а все равно я считаю что вот примерно там два-три месяца мы будем находиться в боковой тенденции с на мой взгляд пиком негатива именно в летние месяцы вот ну и собственно это и есть мой прогноз на который я ориентируюсь теперь давайте поговорим о кухне да то есть та доказательная база которую я вам сейчас представлю это некий такой фактор обучения можно так сказать да все эти графики я пущу у себя в аналитическом канале это все оперативно поэтому кому интересно милости прошу в описании есть платежный бот через которого можно получить доступ к моим платным ресурсам и так у нас желтая область с бирюзовым кантом это моя это мой авторский индикатор оценки условий для делового цикла то есть это именно условия да не сам деловой цикл а условия мы видим что условия остаются крайне негативные на первом стандартном отклонении кстати несколько раз уже данный и инструмент предсказывал наступление рецессии в америке это было кстати и как в прошлом году в 2022 так было дело и в 2019 там в конце 19 я уже тогда говорил что мы нас что экономика америке переходит к рецессии вот и обратите внимание всегда у нас вот такая формация волна 1 потом резкая резкий спад к юге и вверх 2008 9 волна 1 и резкий спад к юге но в начале нулевых было немножко не так поскольку у нас тогда действительно была мягкая посадка и экономика достаточно неплохо приземлялась то есть были были на намеки на какое-то ослабление если взять его средину 90-х тоже да вот резкое попадение потом вот еще один хвостик и потом только рост вот поэтому я считаю что на сегодняшний день мы имеем шансы потолкаться там примерно до лета и выпасть потом вот на второе стандартное отклонение в летние месяцы что вынудит фрс прибегнуть к юге то есть если мы говорим о рецессии то по идее она должна закончиться вот таким характером движения моего индикатора и в принципе для этого условия все складываются то есть у нас идет замедление инфляции у нас есть замедление деловой активности у нас есть рост ставок у нас есть сокращение денежной массы то есть в общем то все то что подразумевает давление на деловую активность поэтому я думаю что вот к этому все идет красная линия это динамик годовая динамика снг 500 мы видим что у нас был резкий возврат данный на ноябрь вот и в принципе пока мы шуруем явно против против того что у нас началась рецессия в штатах и она в этом году точно продлится как минимум вот там первое полугодие а возможно и весь год поэтому поэтому я думаю что весь негатив вот со стороны рецессии для фондовых рынков он еще впереди вот кстати состояние ликвидности у нас синяя линия это ликвидность в финансовой системе америке данный показатель обновляю каждую неделю почву его вместе с обзором лики долларовая ликвидности по пятницам в аналитическом канале у нас здесь красная линия это котировки снг 500 мы видим что на прошлую неделю у нас то есть это было позапрошлая неделя у нас ликвидность немножко сжималась после после вот такой волны роста да то есть рост начался примерно из сентября месяца и собственно было предсказано дно рынка на на 3 500 да хотя я тогда не сильно поверил в то что мы действительно ставим дно и вот у нас там пока корреляция очень даже прилично то есть я считаю что будет рост новый рост ли ликвидности вплоть до середины февраля на фоне расходов минфина и это поддержит котировки то есть с другой стороны утверждать что минфин будет больше тратить я бы тоже не стал как видим пока у нас тенденция обратно поэтому я и с опаской отношусь к локальному прогнозу по снг 500 больше опираюсь на долгосрочный прогноз это глобально short вот но локально вполне возможно кульбиты поэтому я и говорю что вероятно ближайшие два-три месяца у нас будет боковая тенденция то есть либо вот слив до ниже там 3 500 3 400 возврат 4 4 100 либо же движение 4 3 350 и оттуда уже волна снижения полноценная в область там трешки и так далее вот поэтому на сейчас сказать сложно но локально мы под давлением да то есть ликвидность сокращается так же самое как и снижаются инфляционные ожидания пятилетние мы видим на синяя линия что они снижаются и это тоже не в пользу роста s&p 500 мы видим даже что там рост этой недели s&p 500 он не соответствует снижению инфляционных ожиданий поэтому опять таки вот тон тоненько 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 все вот я бы относился бы больше уделял внимание тех анализу да и вот ориентировался 3 800 и 930 то есть вот диапазон и вот эти уровни которые на мой взгляд интересны для для оценок вероятности да вот тенденций смотрим на коэффициенты на мультипликаторы рынка коэффициент price earning как шиллера с учетом инфляции синяя линия мы видим что даже вот бокового диапазона в декабре хватило чтобы у нас рынок немножко подешевел то есть цена к доходности немножко под сократилась на мой взгляд еще совсем рано говорить о том что фондовый рынок америке интересен с точки зрения инвестиций поскольку у нас очень высокий риск остается и при этом у нас доходность не такая уж уже интересная да то есть у нас все-таки показатель даже продолжает находиться выше уровня двадцатого года то есть я думаю что мы должны снизиться как минимум там вот уровнем того же 6 16 20 даже неплохо вообще было бы увидеть в районе там двадцатки да то есть там в 2012 года вообще это было бы круто вот но посмотрим как будут обстоять дела на многое будет зависеть от инфляции действий центральных банки и раф а вот и ps доходность на акцию у нас тоже под выросла немножко в декабре то есть коррекция пошла на пользу собственно пока тоже рано утверждать что рынок интересен для покупок хотя здесь уже мы вышли на уровне 2013 года то есть можно сказать что пузырь сдувается до пузырь сдувается и процессы идут процессы достаточно полезные для фондового рынка что его оздоравливать далее премии за риск от дома дарана мы видим черная линия что тоже вот премии в декабре подросли на фоне коррекции то есть рынок стал более интересен для инвестиций но опять-таки я бы ориентировался все-таки на уровне 11 года то есть район 7 75 процента премии за риск вот на этих уровнях будут интересны для вложений в акции для для этого надо чтобы снизилась скажем так флагманская ставка это это доходность десятилеток и чтобы снизился снизили цены на фондовом рынке при этом чтобы внутренняя доходность с не снизилась меньше до чем эти цены и тогда это приведет к вот по показателям 11 12 году что будет сигнализировать о том что рынок интересен если к тому времени появятся интересные ценовые уровни паттерны то можно будет начать выкупать но пока я считаю что этот процесс идет и это медленный процесс который вот опять-таки повторюсь вероятно ближе к осени мы увидим вот развязку этого года если посмотреть на премии за риск это соотношение медь к золоту в годовой динамике то мы видим что одно еще по данному показателю не поставлено то есть хотелось бы увидеть уровне там двадцатого ну или хотя бы того же шестнадцатого двенадцатого годов то есть еще одна волна снижения цен на медь относительно цен на золото у нас впереди и это не на руку росту фондового рынка до локально мы можем подрасти фондовый на годовая динамика 500 у нас серая линия мы видим что в принципе интересно было бы увидеть локально вот рост до обоих показателей и потом уже в волну снижения которое приведет к постановке настоящего дна рынка например как было вот восемнадцатом девятнадцатом до двадцатого то есть вот после снижения да вот показателя мы подросли ну кстати обратите внимание что коэффициента да ошибка то и не подрос да и потом плюхнулся и поставил дно да все таки я бы ориентировался вот на уровне которые мы были поставлены в двенадцатом и шестнадцатом годах вот на потенциальное дно рынка то есть пока мы видим что еще этого не происходит у нас бычьи ожидания остаются крайне низкие вообще весь прошлый год до меньше 50 устойчиво меньше 50 процентов считала что рынок будет расти ну в общем то это это и тенденция да то есть обычно народ так и считает вот но на сегодняшний день мы видим да что вот те уровни к примеру если сравнить и вот этот график с технической картиной что вот тот уровень который соответствует 3 930 он здесь уже пробит на самом деле да то есть народ начал верить в то что у нас будет более-менее до восстанавливается позитив восстанавливается бычьи ожидали да мы не увидели кстати с ожидания в районе того же там апреля лето либо либо осени да то есть в принципе дна мы так и не коснулись поэтому вполне возможно что все-таки кульбит вниз в район 17 да вот он еще будет и там мы точно поставим дно поэтому в общем то тоже с точки зрения вот бычьих ожиданий я бы не утверждал и не скажем так не говорил о том что у нас есть четкая тенденция да то есть больше похоже действительно на боковик больше похоже реально на боковик так теперь у нас что у нас счета маржинальная счета объемы маржинальных счетов то есть это retail который использует плечи мы видим что объемы маржинальных счетов ноябре продолжают снижаться несмотря на рост snp 500 то есть это явно дивергенция то есть это не в пользу роста и в общем-то рост вероятно связан больше с байбеками рост октября и ноября да вот чем с широким позитивом на рынке поэтому я считаю что тоже вот еще один такой фактор пока не начали покупать а мы должны понимать что со снижением доходов на домохозяйств у нас инвестиции сократятся поэтому конечно же это не на руку тоже перспективам и сыпи быкам на поиски 500 ну и если посмотреть в годовой динамики вот бордовая линия да то мы повторяем динамику там 2009 года но к этим уровням еще не дошли также как и уровнем начала нулевых то есть я думаю что если мы увидим вот показатель в районе начала нулевых либо 9 то можно будет говорить о том что действительно пришло время дна пока этого не происходит но гораздо ниже 20 до уже чистая спекулятивная позиция по фьючерсам у нас пока здесь без намеков вообще здесь на мой взгляд идет процесс постановки дна но он может быть нарушен почему потому что у нас уже так было да вот у нас была такая же история была в летние месяцы тогда у нас но было поставлено вот и при этом у нас была первая волна роста которая закончилась фиаско мы тогда предсказали хаи рынка вот по по данному показателю и в общем то они были успешно предсказаны рынок рухнул на сегодняшний день вот как будто бы дно рынка ставится да но пока пока я бы не выделял бы эту тенденцию нужно чтобы вот показатель чисто спекулятивной позиции приблизился ближе к нулю и тогда можно утверждать что это дно рынка поэтому с точки зрения чисто спекулятивной позиции я не вижу сигналов которые помогли бы да вот определиться на рынке да есть некий процесс но он не ярко выраженный и он не дошел до экстремумов поэтому он нам не дает никакой полезной информации ну что ж друзья вот такой вышел у меня выпуск в этот раз давайте его подытожим ну как вы уже поняли я все-таки склоняюсь к тому что рынок фондовый рынок америки находится в бифуркации то есть боковая динамика продолжается поэтому в ближайшее в ближайшее время я не ожидаю сильных движений да то есть я имею ввиду пробоев важных уровней то есть не хайов рынка да там как многие пишут что в этом году будет 5000 пунктов но это совсем совершенно абсурд фон ни в коем случае не подразумевает таких движений поэтому я больше склоняюсь что в этом году мы увидим как раз таки минимумы рынка и они будут в районе трех тысяч пунктов по снг 500 но на мой взгляд они будут в летние месяцы либо ближе к осени локально локальная история в разрезе там до квартала то есть до весны я думаю что весьма неопределенно и все будет зависеть от технической картины если выйдем ниже 3800 значит будем будем двигаться в район 33 500 3400 ставить локальный лой возвращаться к 44 100 и оттуда валится уже полноценно к трешке либо же если вы выходим выше 3930 шуруем на шуруем на 4350 при этом фоне есть как подтверждение первого сценария снижения так и подтверждение второго сценария роста поэтому чисто технически я даю предпочтение локальное медведям поскольку технически больше похоже на медвежью картину и тогда это будет происходить на фоне разговоров о рецессии и так далее и тому подобное и это приведет к снижению дальше вероятно фрс берет паузу по повышению ставок выполняя планы по ставкам я уверен что инфляция позволит это делать в ближайший квартал и тогда уже рынок оживет но потом к нему дойдет до что что пауза в повышении ставок это еще не смягчение а просто пауза и пойдет волна снижения вот примерно такие флуктации я у меня вписываются да вот в мою картину которую я себе на нарисовал конечно же я никого не убеждаю в том что это будет так абсолютно это я просто делюсь своими мыслями на если вам есть что сказать пишите обязательно в комментариях давайте по пообсуждаем эту тему возможно у вас свой взгляд и это прекрасно возможно я чего-то не вижу ну что ж друзья на этом и все напомню что я веду телеграм-канал дневник кризиса описал ссылка в описании к этому видео там много макро и финансовой информации а также есть прикладные каналы для практикующих трейдеров инвесторов это аналитический канал с еженедельником и текучкой скажем так и текучкой те кто дает те кто давно меня смотрят туда попадает сейчас весь тот контент который раньше был в основном канале то есть это прикладная аналитика для торговли инвестиций ну и торговый канал который собственно предназначен для торговли естественно там я генерирую свои идеи на основании своего анализа приглашаю всех кому интересно спасибо всем друзья за внимание хороших вам выходных до встречи на рынках пока пока Субтитры создавал DimaTorzok